Здравствуйте! Вы на канале Редактура или Жизнь, меня зовут Светлана, и это 12-е видео в цикле роликов о методе книжной архитектуры Стюарта Хорвитса. Сегодня мы будем проверять нашу тему на идеальность, наверное, на то, что она максимально подходит вам и вашему произведению. А потом мы будем проверять все остальные составные части на соответствие теме, но это уже в следующих шагах. А сейчас рассмотрите вашу тему внимательно. И я забыла, как всегда, сказать, если вы не понимаете, что здесь происходит, отправляю вас к вводному видео. В прошлом шаге мы взяли две-три самые центральные цепочки, самые важные цепочки для нашего романа и попытались составить из них одну. Либо составить, да, то есть несколько тем объединить в одну тему, либо выбрать из этих двух-трех все-таки самую главную, ведущую, самую важную. И сейчас, вот в этом двенадцатом небольшом шаге Хорвитс предлагает вам все-таки замедлиться, да, вообще его метод, он о том, чтобы каждый шаг делать очень вдумчиво, не спешить, не прокрастинировать, но и не спешить. И как следует обдумать эту тему, покрутить эту тему. Прямо сейчас я читаю хорошую книгу Курта Ваннегута, ну, точнее, она о Курте Ваннегуте, но называется «Пожалейте читателя». Но она, примерно, наполовину состоит из его цитат, если не больше, и поэтому ощущение, что сам Ваннегут ее написал. И одним из советов, который Ваннегут дает буквально в самом начале, является то, что пишите о том, что вас волнует. И вот, когда вы рассматриваете свою тему, когда вы ее крутите, да, спросите себя, действительно ли это то, о чем вы хотели написать книгу. Потому что вы уже написали про того героя, который к вам пришел, вы уже написали те приключения, которые вам хотелось, вы уже сделали те любовные пары, которые вы хотели бы свести вместе, да. Вот это в том сеттинге, в котором вам хотелось, в том жанре, в котором вам хотелось. То есть, это такие первичные желания, и вы их уже реализовали. Ура! А теперь, вот теперь, когда у вас есть этот черновик, можно поговорить о теме. Отражает ли эта тема то, о чем вам хотелось бы поговорить читателям? Потому что говорить вы будете не путем, да, каких-то морализаторских наставлений, как раз с помощью ваших персонажей, действий, рефлексии, сеттинга, вот всего-всего. Хотите ли вы об этом поговорить? Или тему все-таки нужно как-то поменять? Я говорила о том, что мой предыдущий вариант, и каждому нужна своя стая. Или, как вариант, да, что человек в волчьей шкуре способен остаться человеком. Я не могла между ними выбрать. Они казались мне одинаково важными для романа, и так и есть. И вместе с тем, не тем, о чем я хотела бы весь роман говорить. Это были важные вопросы, но они были скорее важны для героя, нежели для меня, как для автора. Эта тема, эти темы, варианты тем не откликались мне полностью. То есть, да, это важные вопросы, да, я должна была их поднять, поставить. Но не так, чтобы вот весь роман о них думать и рассуждать с читателем. Когда я обнаружила, что на самом деле это тема бегства, бегства от себя, это мне действительно близко. Это то, о чем я хотела бы не просто, да, написать книгу и с вами поделиться. Это то, о чем я хотела бы и подумать тоже сама, и продолжаю думать об этом. То есть, в этом чудо методы Хорвитса, что когда вы планируете книгу, или не планируете, а садитесь, сразу пишете. Когда вы пишете первый черновик, набрасываете вот все, что пришло вам в голову, вы не задумываетесь о теме, чаще всего. Не задумывайтесь ни про какие глобальные идеи, но ваше подсознание задумывается о них постоянно. И поэтому всегда в вашем романе есть то, что вас волнует очень. Задача метода Хорвитса, с которым он успешно справляется, выковырить это. Выковырить это на поверхность, и мы сейчас с вами поговорим о том, почему это важно и чем поиск этой темы может вам помочь. Чем же нам может помочь поиск темы, особенно если мы не верим в то, что в книге может быть одна тема? Тема помогает тому самому смысловому единству, которое подспудно, подсознательно, которого так ждет читатель. Хорвитс, да, я уже много раз говорила, повторю, он, в первую очередь, его метод направлен на то, чтобы все было на своем месте, и все было важно для вашего произведения. Потому что это создает у читателя ощущение той самой цельности, что он прочел цельную вещь. Не набор рассказов, не набор каких-то отдельных сценок про одних и тех же персонажей, а он прочел нечто законченное, законченную цельную историю. Опять же, абсолютно не важно, у вас там закрытый финал или открытый финал в этой истории. И поэтому мы в следующем шаге будем оценивать элементы на соответствие теме, чтобы не было каких-то вещей, которые к теме вообще не имеют никакого отношения. То есть мы их написали, но потому что они прикольные. В шаге номер 14 мы рассмотрим, что делать с такими прикольными, но вообще какими-то левыми вещами. Никто не говорит о том, что их нужно радостно кидать в корзину или плакать и кидать в корзину. Нет, совсем нет. Хорвиц, в принципе, не сторонник выкидывания в корзину всего, что попадется под нож. Когда мы выстраиваем вокруг этой темы все наши элементы, они приобретают вот эту вот связь, то, о чем я, кстати говоря, сам себе редактор тоже говорила, что у меня, как оказалось, проблема в том, что много-много-много классных сцен, мало-мало-мало связанных между собой. Герои, диалоги, вот это все здорово, там, сеттинг, класс, но словно несколько линий сюжетных почти параллельны, а они должны пересекаться и сливаться в одно целое. И тема в этом очень помогает, не только работа с цепочками помогает, но и тема в этом очень помогает, потому что вы рассматриваете со стороны темы все элементы и оцениваете, насколько в них есть вот это вот единство. Но об этом к следующему шаге. А пока я призываю вас посмотреть на вашу тему, спросить себя. Вот сейчас еще не поздно принести в эту тему какие-то изменения. Они, разумеется, будут отражены в тексте. И сделать ее ближе вам. То есть скорректировать, возможно, угол зрения на эту тему, то есть посмотреть на проблему с другой стороны, сделать какие-то другие выводы, задать другие вопросы. Сейчас как раз не поздно, да, вот это то место, где вот до этого шага, до 12 шага, это то, где не нужно бежать делать второй черновик. Вы можете потом уже побежать для самых нетерпеливых, да, но вот хотя бы вот эти первые 12 шагов, про которые мы сейчас говорили, их нужно делать, не трогая текст. Потому что вот когда вы разобрались с вашим списком сцен, с вашим списком цепочек и определениями, разобрались с темой, вот тогда вы уже во всеоружии, чтобы садиться за редактуру конкретно текста, потому что вы будете делать ее максимально осмысленной. Но пока я приглашаю вас перейти к следующему ролику. Это был 12 ролик в серии видео о методе книжной архитектуры Стюарта Хорвица. Жду вас в следующем видео.